Наступают дни, когда хочется устроить ночевку на крыше. И знаете, какое чудо? Я как раз недавно переехал в квартиру, потенциал которой я еще не использовал на 300%. У нас есть терраса. Это буквально огромная крыша размером с нашу квартиру. Вот там наш балкон, а там наш другой балкон. Тут кухня, гостиная, коридор, туалет, спальня. Теперь у вас есть точная инструкция, как ограбить наш дом. Я не знаю, зачем вам это показал. Ладно, наша ночевка будет состоять из трех этапов. Первый. Подготовка. Суть этапа в том, чтобы подготовиться. Купить снеки, сделать вайби, все обустроить, подготовить к ночевке, чтобы невероятно провести время этой ночью. Второй пункт. Процесс. Приятно провести время, что-нибудь посмотрим, поболтаем. В конце концов, поспим. Ну и третьим этапом мы подведем итог нашей ночевки. Я поставлю оценки по трем шкалам, которые я разработал. Первая шкала. Шкала вайби. Она указывает на атмосферу ночевки. Вторая шкала. Шкала хэппи. Эта шкала оценивает то, насколько я хэппи. Сколько счастья мне принесла эта ночевка. И вот эта шкала комфортней. Как вы поняли, она оценивает то, насколько мне было комфортней. А наша ночевка. Ну что? По этим трем фундаментальным шкалам мы подведем итог. Стоило ли это того? Стоит ли повторять подобный экспириенс? И что это вообще такое? Правильно? Или что-то пойдет не так? На меня накакает птичка? Или, может быть, нападут соседские коты? Унесет ли меня ястреб? И укусит ли меня дикий комар? Узнаем далее. Ну что ж, приступим к первой части. Для начала было бы неплохо определить, где я буду спать. У нас есть диван номер один. Диван номер два. Диван номер три. И еще вот такой какой-то раскладной матрас. А, ну и, кстати, забыл упомянуть. У нас еще и 60 квадратных метров, на которых я тоже могу спать. Но это пол. Не хочется. Ну, как идея, давайте возьмем, ну, его. Уже был опыт перетаскивания этого дивана. Слушайте, я мощно другом. Блять, давайте на матрасе. Я поставил его на место, теперь нужно убраться. Какой переход? Готово. А вы что думали, сыроеды? Ни на что не способны. Вы уже все нас списали. Мы уже по-вашему ни на что не годимся. Годимся. Друзья, сейчас моя идея в том, чтобы взять все-таки вот этот матрас, почистить его пылесосом и постелить сюда на пол. Потому что я хочу спать под звездами. Ну и что? Может быть, на меня накакает какая-нибудь птичка. Зато с вайбом. Сейчас наша задача спасти этот безжизненный матрасик. Откуда он связался, я не знаю. Ребят, ну вы знаете, сколько я тут убирался. Просто пыль скапливается довольно-таки быстро. Вы не понимаете, насколько? Вот, блядь, настолько. Вот столько тут пыли. Видно? Наверное, нет. Ну мы сейчас засосем. Вроде бы стало получше, потащили. Спасибо, но нет. Оба! Неловко вышло. Мне пришлось идти за микрофоном, чтобы сказать оба. Короче. Что-то уже закат. Новости. Я поранил палец. Не повторяйте. Сейчас давайте это расстелим. А, кстати, дождя сегодня не будет. Блядь. Как посмотреть? Ну туч нету. У меня есть вот такой заранее постиранный на матрасник. А все остальное давайте потом. Блядь. Ну ложе. Ложе вельможи. Слушайте, мне очень нравится. Почему я не сплю тут каждый день? Как пизда-то. Ребят, вы понимаете, у меня там закат. Там небо. Блядь. Что, если на меня реально птица насорет? Ну ладно, зато я буду счастлив. Такая кровать у нас получилась. Если честно, неожиданно. Ну типа, вау. Давайте попозирую. Знаете мем в инсте? Те самые съемки с бэйбиками. Блядь. У меня не получился дичачий плач. Ну ребят, в общем, вот такой вайб. Пошлите дальше. Все, продолжаем. Че мы быстрым темпом за снеками? Вот такой компанией мы направляемся на снековую прогулку. Какие снеки мы приобретем? Узнаете через мгновение. Мы в супермаркете у дома. Блядь, как обычно. 100 часов до закрытия он уже все закрыл. Закрыл врата для посетителей. Ну ничего, мы проломились. Не знаете, тут нихуя нет. Буквально посмотрите на этот выбор фруктов. Блядь, я хотел бананы. Тем временем они. Идем в другой магазин. Смотрите, котик. Поставьте оценку магазину. Согласен. Чем похвастается магазин номер 2? Давайте узнаем. Я отобрал самых лучших борцов. Где пакет? Блядь. А вот и пакет, что мне можешь присесть. Пакета нету. Блядь. Что делать? И пакетов потеряшек тоже нету. Я никогда не попадал в такие ситуации. Магазинчик номер 3. Входим во вход. Он довольно странный. Вот мои покупки, кстати. Прошло минуту 3, а эта Дейси крутилка до сих пор крутится. Надеюсь, оставлю сюда страшную музыку. Как сказала Елена, шопинг не заканчивается. Идем за оливками. Ну да, по кусочкам собираем. Вот, ребят, посмотрите, что это. Давайте проинтервьюруем. Спасибо, друзья. Плюс покупка. Мы с Леной по дороге зашли на аттракцион для мамы и ребенка. Можно понять, Егор, мама, а я ребенок. Давайте я вам со стороны покажу. Как вам? Видите, для мамы и ребенка. Я ребенок. А я вам пишу, мама? Да. Распаковка. Помидоры, банани, две пачки оливок вот такие милые, финики и одно яблочко. Сейчас это все организуем. Соберу некоторые вещи и сразу сделаю вам обзор на крышу. Я вернулся, а что у нас тут происходит? Обзор. У нас с вами арахисовая паста, оливки. Вот эти я такие не пробовал. Финики, если что, все помыл. И вот тут бананы, яблоки, кейл, авокадо и помидоры. Да, в одной таре, но мне похуй. И вот такая ложка вилка. Это из еды. Тут у меня лежит аппаратура. В общем, вот так я обустроился. А вот так это выглядит со стороны. Я в офиге. Ладно, я хотел сказать, я в охуе. Ребят, это получилось очень приятненько. И сейчас мы уже, по сути, переходим к нашей главной части. Процесс. Что мы будем делать первым делом, я не знаю. Первым делом я бы на самом деле хотел вам рассказать, что я чувствую. Какие у меня впечатления. Ну, довольно-таки комфортнее. Как же я люблю спать на открытом воздухе. Это просто нечто. Мои идеи, что можно поделать. Первое. Посмотреть битву экстрасенсов. Ну, я не знаю, вышло новое или нет. Второе. Помонтировать видео. Третье. Покушать. Четвертое. Попеть песни Димы Билана. Это у меня прям голос. Ну и пятое. Можно немножечко поболтать. Давайте сначала поболтаем. А то у нас начало видео получилось очень интенсивным. Можно немного замедлиться. И обсудить. Ну, давайте совместим приятное с полезным. И заодно поедим. Только вас надо поближе подвинуть. Добро пожаловать на СМР. Покуш. Вообще, блять, кто устраивает ночевки с микрофоном? Я не знаю. Ну, похуй. Первое, что я бы хотел съесть. Это финики с арахисовой пастой. Очень хочется. Очень хочется. Очень. Помогаем в арахисовую пасту. Это просто пиздаца. Я обожаю. Ой, на вас упал арахис. Давайте я почистю. Очень вкусно. Следующий вот. Бананчик с арахисовой пастой. Сука. Очень круто. На финику. Финику я больше лайков даю. О. Закусим яблочком. Нормально. А сейчас будет вообще экстрим. Я такое еще не пробовал. Вы спросите мне, почему открыта упаковка? Потому что Эге уже попробовал до меня. Это оливки с апельсином. Тут в верхнем отсеке есть зубочистка. А в нижнем оливки. Давайте мы извлечем зубочистку. Оп. Это чтобы мы элегантно ели. Такая вот она. То есть внутри там цедра апельсина. Прикольно. Очень необычно. Но как будто бы с лимоном больше заходит. Потому что лимон более кисленький. Ммм. Ммм. О, вот это джуся. Очень круто. Не. Все супер круто. Ставлю лайк. Теперь давайте затестим вот эту. Элегантно тыкаем зубочисткой. Оливочку. Бомба. Классика. Закусим помидоркой. Так, у меня еще с собой авокадо. Возьму рукой. И кейл. Ну-ка. Не бать. Винегрет. Вот я вам и показал все айтемы. Ребят. Я думал, что все. Битва экстрасенсов. Все покончено. Неделю назад я открываю интернет. Чтобы посмотреть новые выпуски. И там была какая-то борьба за сердце Гитсати. Константина. Я думал, блядь. Они сделали из битвы экстрасенсов шоу «Холостяк». А оказалось, что в это время я упустил из виду новую битву экстрасенсов. Ебануца. 24 сезон. Первый выпуск. Поехали. Блядь. Это же такой вайб. Это же такой вайб. Вот именно этот формат. Самый крутой. Самый крутой. Никакая битва сильнейшая. Ничего не может быть лучше того, что вот было сделано при Собянине. Все, теперь у нас официально самая лучшая ночевка в мире. Кстати, заметили? Я подсоединил гирляндочку. Такую на батарейках для дополнительного вайба. Ну все, подрубаем. Если будет что-то интересное, я скажу. Постараюсь без спойлеров. Участники в этом году необычные. У нас есть Бензды. Ну это ладно. Я хочу вот для самого главного промотать. Смотрите. Куб. Что вы чувствуете? Проверьте себя. Мне пришло, знаете что? Клешни. Я думаю, блядь, клешни. Как покажут, я вам покажу. Ну-ка. Что там? Что там? Люди. Во. Я себе вот это вот примерно так же представлял, только в виде какого-то одного существа. Видите, как они странно двигаются? Они что-то хотят сказать. Они типа на языке. Говорят о таком. Экстрасенсы ошибались один за другим. Мда. Крокодил что-то такое, и вот почему-то какие-то яйца. Шарлотт тоже аж. Ребят, ну не так уж и плохо. Ребят, что вы пишите в комментариях. Вот смотрите, что я видел. Видите? Они как один организм двигаются. Вот что я видел, ребят. Может на следующий сезон? Девочка, Уэнсдэй. Последний парт, и напишу тебе. Взгляд, девочки, смотри. Взгляд! Now dance, dance, dance with my hands. Что происходит? Друзья, вы помните, что он говорил про Диму Билана? То, что я его слушал в парке. Что, блядь. Что еще было? А, я собирался петь его песни. Внимание, что происходит? Я смотрю, а тут, блядь. Сука, что за информацию мне подгрузили. Я буквально еще слушаю альбомы, типа того времени. Такой вот фан-факт. Что там будет, человек в маске? Ну ладно, давайте сейчас еще немножечко посмотрим. Буду петь Дима Биланчика. Блядь. У меня внезапный гость. А я его знаю уже. Че, куда побежал? Все, смылся. Вот он как припрется посреди ночи. Я обкакаюсь. Что-то хотелось бы мне выключить свет, потому что сейчас будет концерт Димы Биланчика. Он должен приходить в темноте. Ну что, спуки? Доброе утро. Вы спросите, как мне спалось? Было довольно-таки холодно. И в то же время почему-то как-то жарко. Потому что воздух такой влажный и холодный. Поэтому было холодно, но не сильно. Я очень быстро себе нагрел ложе. Ночью ко мне приходил кот. Два раза. Второй раз он сидел на моем компьютере. И не уронил его чуть за место, где он стоял на зарядке. Но я его выгнал еще раз. Потому что... Вообще, я не знаю, что за кот. Я не знаю, что... Ну, типа, не хотелось с ним спать. Вот, поэтому... Да, может быть, потом подружимся с ним. Ой, ну, безусловно, приятно просыпаться вот так. Ну, типа, вот так. Очень мило. Мне очень понравилось снимать это видео. И вообще, в целом, сам экспириенс. В какой-то момент мое тело даже начало сопротивляться. Которого, ну, типа, такого сопротивления раньше не было. То есть, я перестал чувствовать какую-то базовую безопасность почему-то на момент. И мне нужно было через себя как-то немножечко перейти. Ну, потому что тут, типа, окна соседей. Я когда устроил концерт Димочки Билана, я думал, ну, все, еще полицию вызовут. Но это какая-то был просто червячок в голове, который со временем успокоился. И я просто уснул, и все хорошо. Все, я теперь снова в строю, ребята. И не знаю, что со мной было. Ну, просто долго без практики. Долго, реально. Никаких ночевок сумасшедших. Реально, по сути, с 2022 года не устраивал ничего подобного. Я не могу поспать у себя на террасе, но в прошлом я спал где-то в лесу возле заброшенного лагеря. Я спал у себя во дворе спокойно ночью. То есть, там могли ходить собаки и всякое такое в деревне у меня. Ну, потенциально кто-нибудь пробраться. Ну, вряд ли. Ну, ладно, похуй. Я спал на пляже. Типа, и при чем это была моя идея? Я не знаю, в какой момент мне стало не похуй. Я что, старею? Ребята, ну, ненормально как-то. Надо исправить. Ну, все, уже исправили, считайте. Следующая ночевка у нас будет, ну, видимо, в палатке на крыше. Ну, что ж, давайте подытожим. Мне, на самом деле, очень нравится это место тем, что тут, ну, очевидно, свежий воздух. Не сильно много шума с улицы идет. Даже ночью обычно я слышу, как играет Азан с мечети. Но в этот раз... Видите, как она вниз? Я даже не проснулся от Азана. Что шокирует. Ну, что ж, давайте теперь поставим оценки нашему Airbnb. А, подождите. Ну, сначала я бы хотел еще отметить то, что это приятное место для того, чтобы записывать подкасты. На моем канале вы еще можете найти подкасты. И последний я записал как раз-таки здесь, лежа на полу. Только без матраса. Они достаточно вайби. А теперь перейдем к вайби. Шкала вайби. Да, шкала вайби. Оценка по атмосфере из пяти баллов. Я ставлю... Пять. Но я хотел занять эту оценку. Я, правда, очень старался хотя бы четверочку поставить. Но не получилось. Потому что действительно было очень вайби. Мне кажется, чего-то точно, наверное, не хватает. Но в целом я поставил твердую пятерку. Потому что я думаю, что это место выполнило себя на тысячу процентов. Этой ночью. По уровню атмосферы. Следующая шкала комфортней. Я ее оцениваю, наверное, на четыре. Потому что в какой-то момент кот, конечно, потревожил. Ну, и есть такая перспектива, что все-таки кто-то накакает. Но сегодня такое небо чистое. Птиц почему-то нету. Никто не накакал. Давайте, наверное, поэтому поставим все равно четыре. Потому что было еще немного холодно. Это, конечно, моя вина. Ну, просто в целом я описываю уровень своего удовлетворения. Поставим четыре балла. И шкала хэппи. Я по шкале хэппи поставлю тоже пять баллов, ребят. Ну, как можно быть не хэппи после такого эксперимента. Я думаю, вы представляете, что мы здесь еще можем устроить. Как минимум ночевку с палаткой на крыше. А еще можно сделать пенную вечеринку. Да хоть баню. Да хоть завести крокодила. Давайте, если мы соберем на этом видео две тысячи лайков, то я покупаю палатку. И мы ставим палатку. И я ночую в палатке. По традиции. Если мы набираем пять тысяч лайков, то я устраиваю пенную вечеринку на крыше. Покупаю бассейн. И будет пенная вечеринка. Ну, ребят. Мне кажется, это повод отправить видео собаке. Ястребу. Комару. Чтобы они увидели это видео. И в следующий раз ко мне не приходили. Отправьте это видео. Видео. Отправьте. Отправьте это видео. Маме. Нет. Отправьте это видео. Тетина. Отправьте это видео. Тете. Отправьте это видео. Учительнице по. Отправьте это видео своему учителю по БЖ. Вообще, в целом, я словил такой вайб, как будто бы я с родителями поехал на озера с палатками. В Хакасию. Ой, осталось только занырнуть куда-нибудь. Почти. Реально, сейчас бы очень хотелось куда-нибудь плюхнуться. Но могу только вот так. Давайте еще раз. И еще раз. Тест на доверие. Вывод. Я не доверяю этому матрасу. Но он довольно жестковатый. Все, ладно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Слушайте Диму Билана. И еще. И тг. Вот. Все, пока. И накидайте мне в комментариях идеи для видео, которые вы бы хотели, возможно, видеть в будущем. Подобного форматика. Я стараюсь в них совместить все свои, как бы, стороны. Мою сыроедческую личность. Мою музыкальную личность. Мою духовную личность. И мою откровенную личность. И мистер Абиста в одном. Если вам понравился такой формат, тоже напишите в комментариях, пожалуйста. А это ваш Егорчик на монтаже. Вот там смотрите, уже снимается другое видео. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Пока. Ссылочки в описании все. Муаааа. Муааа. Муааа. Муаа. 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 Муаа.